Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркий. Микроскопы бывают разные, черные, белые, красные. Сегодня мы хотим рассказать о белом, стереоскопическом микроскопе с панкратическим объективом Брессер Advanced ICD. Микроскоп поставляется в большой картонной коробке, внутри которой находится пенопластовая упаковка, надежно защищающая прибор во время транспортировки. Вскрыв пенопластовую упаковку, аккуратно разрезав скотч, обнаруживаем сам микроскоп и набор дополнительных аксессуаров. В комплект поставки входит сам микроскоп, две пары широкоугольных окуляров 10 и 20 крат, два резиновых наглазника, двукратная насадка на объектив, диски матовый стеклянный и пластиковый, с одной стороны черного, с другой белого цвета. Кроме того, синий светофильтр, ключ для регулировки усиления вращения ручек фокусировки, пылезащитный чехол, два запасных предохранителя и краткое описание инструмента на 13 различных языках. Микроскоп поставляется в собранном виде. Чтобы привести его в рабочее состояние, достаточно удалить все транспортные элементы и подключить микроскоп к сети электропитания. В конструкции микроскопа можно выделить три основных элемента. Сам микроскоп выполненный в виде цельного оптического блока, основание со штангой и держатель микроскопа с механизмом фокусировки. Причем на нем же закреплен верхний осветитель с возможностью изменения наклона для настройки правильного освещения исследуемого образца. Рассмотрим каждый из этих элементов более подробно. Микроскоп имеет массивное металлическое основание, внутри которого вмонтирован блок питания системы освещения. С тыльной стороны расположены гнезда для установки предохранителей и выходит шнур питания. С левой стороны есть колесо регулировки яркости подсветки. Слева от штанги крепления микроскопа расположена кнопка включения питания. Справа мы видим рукоятку четырехпозиционного переключателя режимов освещения. Позиция OFF подсветка выключена, 1 включена верхняя подсветка, 2 включена верхняя и нижняя подсветка и позиция 3 включена только нижняя подсветка. Кроме того, основание микроскопа, оно же является предметным столиком, имеет встроенный модуль освещения, который позволяет работать с прозрачными препаратами в проходящем свете. Отверстие, внутри которого установлена галогеновая лампа имеет специальный паз для установки цветных светофильтров. Углубление большего диаметра служит для установки специальных дисков, идущих в комплекте. Держатель микроскопа надевается на штангу и фиксируется на ней при помощи специального винта. Перемещение держателя вдоль штанги обеспечивает возможность приблизить или отодвинуть микроскоп от рабочего стола на расстоянии от 40 до 190 миллиметров. Ход механизма фокусировки составляет 58 миллиметров. Внутренний диаметр крепежного кольца составляет 75 миллиметров. Сам микроскоп имеет тринокулярную насадку, состоящую из бинокулярной части для визуальных наблюдений двумя глазами и специальной трубки фотоканала для установки цифровой камеры. На трубке фотоканала предусмотрен свой механизм фокусировки, посредством которого можно добиться одинаково резкого изображения, видимого в окулярах и на экране персонального компьютера. Следует отметить, что при настройке резкости изображения, передаваемого камерой, происходит вращение и самой камеры, и как следствие этого вращение изображения на экране монитора. Несколько неудобно, но не критично. Полноценная работа фотоканала и окулярной насадки не предусмотрена. Для переключения между ними необходимо выдвинуть или задвинуть специальный рычажок. Однако при работе камеры остается возможность проводить визуальные наблюдения в правый окуляр. Визуальная часть окулярной насадки имеет очень удобный наклон в 45 градусов. Отжав винт фиксации микроскопа, можно повернуть его, тем самым установив окулярную насадку в удобное для наблюдений положение. Также предусмотрена регулировка межзрачкового расстояния и коррекция диоптрий на обоих окулярах. Изюминкой этого микроскопа является его объектив. Данная модель оборудована панкратическим, позволяющим плавно менять кратность стереообъективом. Для этого предусмотрены специальные ручки, вращением которых можно плавно менять кратность объектива от 1 до 4. Соответственно с 10 кратными окулярами получается плавное изменение кратности микроскопа от 10 до 40 крат, с 20 кратными окулярами от 20 до 80. Отметим, что при изменении кратности объектива с 10 кратными окулярами, перефокусировка практически не требуется. Накрутив на объектив идущую в комплекте двухкратную насадку можно расширить диапазон увеличения микроскопа до 160 крат. Такое увеличение позволяет рассматривать и некоторые биологические образцы. Для оценки оптических возможностей микроскопа предлагаем взглянуть на фото различных предметов на разных увеличениях. На примере спичечной головки при увеличении 10 крат, 20 крат и 40 крат, можно заметить снижение глубины резкости изображения. Но это нормальное явление, сопровождаемое увеличением кратности. Нам было очень интересно посмотреть, как этот микроскоп покажет себя в качестве биологического при работе в проходящем свете. И надо отметить, что наши ожидания были полностью оправданы. И наглядным тому подтверждением приведенные фото. Все образцы сняты с дополнительной двукратной насадкой. Увеличение 80 крат. Даже кровяные тельца различимы вполне отчетливо. Полагаем, что электронщикам будет не без интересно взглянуть на фото электронных элементов на плате. Для получения фото применялось увеличение 10 крат. Как видно, при помощи этого микроскопа можно осуществлять контроль качества пайки. А большой рабочий отрезок позволяет применять микроскоп и непосредственно при самой пайке. А вот так выглядит отдельно взятый резистор на увеличении 40 крат. И в завершении поверхность кусков гранита различного цвета. Кристаллы сахара на разных значениях увеличения. Стоит заметить, что визуально, ввиду применения стереоскопического объектива в сочетании с бинокулярной насадкой, все это выглядит значительно интереснее. Кроме того, перо голубя. А вот так выглядит центральная часть семян клёна и поверхность его же крылышка. Подводя итог, прежде всего хочется отметить отличное качество изображения, особенно при визуальных наблюдениях. Глубина и объемность картинки в сочетании с большим полем зрении производят впечатление. Отличное исполнение микроскопа делает его не только функциональным, но и весьма красивым прибором. Особенно хочется отметить объектив микроскопа. Возможность плавно менять кратность микроскопа с минимальной подстройкой резкости, это очень удобно в работе, да и просто зрелищно. Несколько огорчила невозможность полноценных визуальных наблюдений в сочетании с применением цифровой камеры, но иногда приходится чем-то и жертвовать. С другой стороны, очень порадовала возможность применения широкого диапазона увеличения, для достижения которого в комплекте есть все необходимое. Это позволяет проводить широкий круг работ и наблюдений вплоть до начальных микробиологических. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Этот микроскоп можно уверенно рекомендовать для лаборатории, он станет незаменимым инструментом для различного рода мастерских. В конце концов, такую вещь будет приятно иметь и дома. Микроскоп позволит не только разнообразить досуг, но и значительно расширить кругозон ребенка, да и любого взрослого человека. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!